Книга Ричарда Вумбранда «Маркс и сатана». Глава седьмая. Маркс, Дарвин и революция. Подзаголовок. Маркс и Дарвин. Маркс, Дарвин и революция. Маркс был избран орудием сатаны, чтобы отобрать у человека его человеческое достоинство, уверенность в своем высшем происхождении и в предназначении возвратиться туда, где его начало. Марксизм – это первая систематическая и детально разработанная философская система, так резко понижающая представление человека о себе. Согласно Марксу, человек – это главным образом чрево, которое нуждается лишь в том, чтобы его наполняли. Преобладающие интересы человека находятся в экономической сфере. Он производит предметы для удовлетворения своих первичных нужд, вступая с этой целью в определенные отношения с другими людьми. Вот основа общества, которую Маркс называет базисом. Супружество, любовь, искусство, наука, религия, философия. Все, не имеющее прямого отношения к потребностям желудка, в конечном счете определяется его состоянием. Неудивительно, что восторг у Маркса вызвало появление работы Дарвина «Происхождение человека». Этот труд, по его мнению, являлся еще одним мастерским ударом, заставляющим человека забыть о своем божественном происхождении и высшем предназначении. Цитата его. Дарвин заявлял, что человек произошел от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как банальное выживание. Максу и Дарвину, казалось, удалось низложить царя природы. Сатана не мог свергнуть Бога, поэтому решил обесценить человека. Для этого человек был представлен как раб прямой кишки и прямой потомок животного. По странному совпадению, XIX век дал миру трех ведущих личностей, выступавших против христианства. И все они носили имя Карл в разных вариациях. Карл Маркс, Чарльз Дарвин и французский поэт Шарль Бадлер. Последний восклицал в своем произведении о великое. «Раса Каина, взойди на небеса и сбрось на землю Бога!» 16 января 1861 года Маркс написал в письме Фердинанду Лассалю. Книга Дарвина очень важна и служит мне основой естественных наук для исторической классовой борьбы. Зять Маркса Пол Лафарк в книге «Социализм и интеллигенция» заявляет. Опубликовав происхождение видов, Дарвин отнял у Бога роль создателя органического мира так, как Франклин лишил его молнии. Сновская «Первоначальное намерение Дарвина не было вредить религии». Он писал «В этом взгляде на жизнь есть величие, обладающее несколькими способностями, которые изначально вдохнули в несколько форм или в одну». Чтобы сделать свою позицию более решительной во втором издании, Дарвин добавил после «вдохнуть» слово «создателем». Это исправление сохранилось во всех последующих изданиях. Позже Фрейду предстояло продолжить усилия двух этих сатанистских гигантов, сведя смысл жизни человека в основном к удовольствию полового влечения, над которым лишь иногда возвышается политика, искусство и религия. Только швейцарский психолог Карл Юнг вернулся к библейскому учению о том, что именно религиозная потребность, а не половое влечение, является основой потребности человека. Время, в которое жил Маркс, было временем пробуждения интереса к сатанизму в разных сферах жизни общества. В тот период французский поэт Мадлер написал свои «Цветы зла», открыто заявив, что он на стороне аморализма. Русский поэт Сологуб писал «Отец мой дьявол», другой русский поэт Брюссов славил одновременно и бога, и дьявола. Маркс – дитя эпохи, давший нам Ницше, любимого философа Гитлера и Муссолини. Макса Штирнера, крайнего анархиста, и Оскара Уайльда, первого проповедника свободы гомосексуализма, порока в наше время распространенного даже среди духовенства. Дьявольские силы подготовили Россию к победе марксизма. Писатель Алексей Толстой описывал духовное состояние предреволюционной России как время, когда любовь, доброта, здоровые чувства рассматривались как проявление слабости или отсталости. Девушки скрывали свою невинность, супруги – взаимную верность, стремление к разрушению считалось хорошим вкусом, неврастение – признаком тонкого ума. Этому учили новые модные писатели, возникшие вдруг неведомо откуда. Люди изобретали пороки, извращения, заботясь лишь о том, чтобы не показаться слишком добродетельными или высокоморальными. Как же получилось, что Сталин, например, после знакомства с трудами Дарвина, стал революционером. Еще будучи православным семинаристом, он усвоил, что человек – не творение Божие, как учил Дарвин, а результат некой эволюции, где все определяет безжалостная конкуренция. Выживает самый сильный и самый жестокий. Он усвоил, что моральные, религиозные критерии не играют в природе никакой роли, а человек – такая же часть природы, как рыба или обезьяна. Поэтому да здравствует грубость и жестокость. Последствием написания Дарвином и его научного труда, теории происхождения, не имевшие никакого отношения к экономике или политике, было уничтожение десятков миллионов людей. Он стал духовным отцом величайшего в истории массового убийцы. Среди интеллектуальных потрясений 19 века можно проследить влияние французской революции, духовно близкой российскому катаклизму 20 века. Во время французской революции великой Анархисис Клотт, иллюминат и ведущий борец за идеалы, так сказать, справедливости, объявил себя, цитата, «личным врагом Иисуса Христа». В речи, произнесенной 17 ноября 1792 года, он заявил «Народ – правители Бог мира, только глупцы верят в любого другого Бога высшее существо». После его речи было принято постановление об, цитата, «аннуляции всех религий». Для тех из нас, кто серьезно относится к словам из молитвы Господней «И избавь нас от лукавого», цитата, и Слова Божьего, эти слова – не просто случайное словосочетание, они исполнены глубочайшего смысла. Мы умоляем любящего Бога защитить нас и наше общество от лжеучения, от поручного искусства, приучающего нас козлу под видом красоты и безрастности. Тогда нам не страшны ловушки дьявола. У вас есть выбор. Хотите ли вы стать, как дьявол, жестоким и злобным, или как Иисус, Бог и человек, исполненным любви и мира? Под заголовок «Фальшивый сионизм Мозеса Гесса». Чтобы сделать картину более полной, поговорим подробнее о Моисее Гессе, человеке, сделавшем Маркса и Энгельса социалистами. В Израиле есть гробница, на которую можно прочесть. Мозес Гесс, основатель германской социал-демократической партии. В красном катехизисе для немецкого народа Гесс писал, что черно, черно духовенство. Эти богословы худшие аристократы. Поп, во-первых, учит князей порабощать людей во имя Божие. Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя во имя Божие. В-третьих, и главным образом, он обеспечивает себе с Божьей помощью привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуют ждать ее на небе. Красный флаг символизирует непрекращающуюся революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса во всех цивилизованных странах Красной Республики. «Социалистическая революция – моя религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям в остальном мире». Такова была религия Гесса, когда он впервые опубликовал свой катехизис. Во втором издании было добавлено несколько глав. На сей раз речь также идет о той же, так сказать, религии, той социалистической революции, однако теперь она объясняется на привычном для христиан языке с целью заручения доверием верующих. Теперь наряду с пропагандой революции о христианстве можно прочесть и несколько добрых слов, как о религии, любви и гуманизме. Только ее необходимо верно истолковать. Ее ад не должен быть на земле, а небо за пределами земли. «Социалистическое общество будет истинным осуществлением завета Христа». Так сатана принял вид ангела света. После того, как Гесс убедил Макса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провозгласив с самого начала, что ее целью является нанесение последнего удара средневековой религии, цитата из-за утрудов, его друг Юнг выразился еще более ясно – Марс непременно свергнет Бога с небес. В его жизни произошли интересные перемены. Но Гесс, основатель современного социализма, целью которого являлось свергнуть Бога с небес, был также основателем дьявольского вида сионизма, который должен был разрушить благочестивый сионизм, проповедующий любовь, понимание и согласие с окружающими странами. Он, учивший Маркса важности классовой борьбы в 1862 году, написал странные слова. Прежде всего, расовая борьба, борьба классов второстепенно, зажегший огонь классовой ненависти, огонь, в который с тех пор не угасает тот же Гесс, вместо того, чтобы учить все классы общества сотрудничать ради общего блага, создал затем сионизм расовой вражды, навязывающий иудеям борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Точно так же, как мы отвергаем сатанинский марксизм, каждый обладающий ответственностью еврея или христианин должен отвергнуть это дьявольское извращение сионизма. Гесс заявляет, что Иерусалим должен принадлежать евреям, но без Иисуса, царя иудейского. Что ему до Иисуса? Он пишет, каждый еврей имеет в себе задатки Мессии, каждый еврейка задатки скорбящей Богоматери. Почему же в таком случае он не сделал из еврея Маркса, вместо злобного богоборца, стремящегося свергнуть Бога с небес в Мессию, избранного Богом человека? Для Гесса Иисус это, в кавычках, еврей, которого, в кавычках, неучи, боготворили, как своего спасителя. Ни сам Гесс, ни, по его мнению, евреи в нем не нуждаются. Гесс не желает быть спасенным, и вообще стремление к личной святости в человеке он называет индо-германским. Целью же евреев, по его убеждению, должно быть мессианское государство. Переделка мира согласно божественному плану, что, исходя из Красного Катехизиса, означает подъем социалистической революции с раздуванием в ее целях расовой и классовой ненависти. Сноски к страницам 90-91. Вторая. Карл Марск, Мишель, политические доктрины, вольный клейст Гесс. Франкфурт, 1966 год, страница 71-73. Мозес Гесс, Красный Катехизис для немецкого народа. Третья сноска. Мозес Гесс, письмо Бертольду Ауэрбаху от 2 сентября 1741 года, Кармас и Фриде Хенгельс, полное собрание сочинений. Берлин, 1974 год, первый том, лист 261, четвертая сноска. Там же, полное собрание сочинений Карла Марса и Фриде Хенгельса, Георг Юнг, письмо Арнольду Руге от 18 октября 1741 года. Пятое. Мозес Гесс, Рим и Иерусалим, Нью-Йорк, 1958 год, страница 10-ая. Там же страница 15-ая. Мозес Гесс, избранные сочинения Рим и Иерусалим. Рим и Иерусалим, 1962 год, лист 229-ый. И там же лист 18-ая, страница 18-ая. Мозес Гесс, возложивший на своего идола Марса задачу покончить со средневековой религией и заменить ее религией социалистической революции, пишет странные слова «Меня всегда назидали еврейские молитвы». Какими молитвами молятся те, кто называет религию опиумом для народа? Мы уже упоминали, что основатель, так сказать, научного атеизма молился с филактериями, как бы, на фоне горящих свечей. Еврейскими молитвами можно злоупотреблять в богохульном смысле, так же, как и христианскими молитвами во время сатанинских ритуалов. Гесс преподал Марсу социализм, прочно увязанный с интернационализмом. Маркс пишет в манифесте Коммунистической партии, что пролетариат не имеет отечества. В красном катехизисе Гесс насмехается над любовью немцев к родине. Он сделал бы то же и относительно патриотических чувств любого другого европейского народа. Гесс критиковал Эрфуртскую программу социал-демократической партии за ее безоговорочное признание национального принципа. Однако Гесс – интернационалист особого рода. Он все же является сторонником еврейского патриотизма. Он пишет. «Всякий, кто отрицает еврейский национализм, не только отступник-изменник в религиозном смысле, он и предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом». «Я, говорит автор, согласен с патриотическими идеями Гесса, поскольку, что хорошо для одного, должно быть хорошо и для другого. Я за всякий патриотизм вообще, будь то патриотизм евреев, арабов, немцев, французов, американцев. Патриотизм – добродетели, если он означает стремление улучшить благосостояние своего народа в экономическом, политическом, духовном, религиозном отношениях. При условии, что это делается в дружбе и сотрудничестве с другими народами. Еврейский же патриотизм, социалиста-революционера, отрицающего право на патриотизм других народов, крайне подозрителен. «Он кажется мне дьявольским планом, имеющим целью заставить другие народы ненавидеть евреев. Если бы я был неевреем и видел, что евреи принимают этот безумный односторонний патриотизм по плану Гесса, я бы воспротивился ему. К счастью, евреи не приняли этот сатанинский план. На самом деле именно герцель придал сионизму здравый смысл. В его современной форме не осталось и следа сатанизма. Расовая борьба, предложенная Гессом ложь, как ложной была и классовая борьба, к которой он примкнул. Однако ради этого специфического вида сионизма Гесс не оставил социализм. Написав Рим и Иерусалим, он продолжил принимать активное участие в мировом социалистическом движении. Гесс не выражает свои мысли, ясно, потому и бывает трудно понять. Достаточно знать, что по его мнению, цитата, христианский мир видит в Иисусе, еврейского святого, ставшего язычником. Достаточно прочесть его о книге, цитата, сегодня мы стремимся к гораздо более полному спасению, чем то, которое когда-то могло предложить нам христианство. Из красного катехизиса мы узнаем о том, что это за, так сказать, полное спасение. Можно добавить, что Гесс был не только первоисточником, так сказать, марксизма и человеком, пытавшимся создать богоборческий сионизм, но также и предшественником революционной, как называют ее, теологии освобождения, практикующейся ныне во Всемирном Совете Церквей и в новых католических течениях. Один и тот же почти никому неизвестный человек был глашатаем трех сатанинских движений. Коммунизма, расовый антагонизм и теологии освобождения. Никто, кто не любит евреев, не может быть христианином. Иисус был евреем так же, как Дева Мария и все апостолы. Наша Библия еврейская. Господь сказал в спасении от иудеев Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна 4, глава 22 стих. Гесс же превозносит евреев, сознательно пытаясь спровоцировать бурную реакцию против них со стороны других народов. Он говорит, что его религия социалистическая революция. Духовенство всех, в кавычках, других религий, жулики, при этом еврейская религия, единственная религия, к которой он испытывает глубокое уважение. Он пишет, наша религия, то есть иудаизм, имеет в своей исходной точке энтузиазм расы, которая со времени своего появления на авосцене истории предвидела конечные цели человечества и которые было дано предзнаменованием мессианского времени. Путь к достижению такого единения – социалистическая революция, в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Время, которое Гесс называет мессианским, это время победы всемирной социалистической революции. Мысль о том, что исходной точкой еврейской религии с самого начала было понятие о богоборчестве в виде социалистической революции, является безобразной насмешкой и оскорблением еврейского народа. Гесс постоянно использует религиозные термины, однако он не верит в бога. Он пишет, что, цитата, наш бог – ничто иное, как человеческая раса, объединенная любовью. Путь к достижению такого единения – социальные катаклизмы, в ходе которых десятки миллионов, цитата его, из его возлюбленного человечества, цитата, будут замучены и уничтожены. Он не скрывает, что не желает подчиняться ни власти небесной, ни земной, поскольку считает и ту, и другую тираниями. Нет ничего доброго ни в одной религии, кроме как в религии революции. Его, цитата, «бесполезно и безрезультатно поднимать людей к исторической свободе и делать их сопричастниками в дележе благ существования, не освободив их от духовного рабства, то есть религии». На одном дыхании он рассуждает и об, цитата, «абсолютном господстве над рабами небесной и земной тирании». Только поняв взгляды Мозеса Гесса, человека, оказавшего такое огромное влияние на Марса и Энгельса, вместе с которыми он основал первый интернационал, а также мировоззрение Бакунина, «можно понять сатанинские глубины коммунизма». Вспомним уже приводившиеся слова Марса из его эпиграммы на Гегеле. «Я обучаю словам, перемешанным в дьявольском вихре, каждый пусть их поймет, как ему любо понять». Так писал Маркс, сочинение Гесса еще более запутанная дьявольская, так сказать, мешанина, в которой трудно разобраться, которую, однако, мы должны проанализировать. «Чтобы оценить связь между Марксом и сатанизмом». Первая книга Гесса называлась «Священная история человечества». Он объявил ее трудом Святого Духа Истины. В тот день, когда книга вышла из печати, он записал в дневнике, что Сын Божий освободил людей от их собственного рабства. Геже освободит их также и от рабства политического. «Я призван свидетельствовать о свете, подобно Иоанну Крестетелю». В то время Маркс был еще далек от социализма и лично незнаком с Гессом. Он начал даже писать книгу, развенчивающую его взгляды, которая по неизвестным причинам так и осталась незаконченной. Затем он стал учеником Гесса. Мы уже убедились, что на самом деле его цель сводилась к тому, чтобы нанести последний удар средневековой религии и произвести всеобщее опустошение. В предисловии книги «Страшный суд» Гесс выражает удовлетворение по поводу того, что немецкий философ Кант будто бы, цитата, «обезглавил старого отца Яхвы со всем его святым семейством». Дополнение. Гесс прикрывает здесь свои собственные идеи авторитетом великого философа. В действительности Кант никогда не делал подобных высказываний, а писал как раз обратное. Его цитата. «Я должен был ограничить знания, чтобы дать место вере». Гесс объявил иудейскую, и христианскую религии мертвой, так сказать, что не помешало ему писать в книге «Рим и Иерусалим» о цитаты «наших священных писаниях», «священном языке наших отцов», «нашем культе», «божественных законах», «путях проведения», «благочестивой жизни». Конец цитатам. Нельзя сказать, что в разные периоды своей жизни он придерживался разных точек зрения. Он заявлял, работая над псевдо-сионистской книгой, что не отказывается от своих прежних безбожных взглядов, это намеренно запутанная, так сказать, дьявольская мешанина. Гесс был евреем и предшественником сионизма. Поскольку Гесс, Маркс и многие подобные имели еврейское происхождение, некоторые считают коммунизм еврейским заговором. При этом они забывают, что Маркс, например, написал антиеврейскую книгу. Однако в этом он просто наследовал Гесса. Этот сионист, так сказать, до небес, превозносивший евреев, писал в статье «О сущности денег». Его цитата. «Евреи, которым в естественной истории мира общественных животных досталась роль по превращению человечества в дикого зверя, сыграли ее профессионально. Тайна иудаизма и христианства раскрылась в современном иудейском христианстве. Тайна крови Христовой, как и тайна древнееврейского поклонения крови, обнаруживает здесь неприкрытой, как тайна первобытного зверя». Не смущайтесь, если вам непонятен смысл этих слов. Они намеренно написаны в виде запутанной, так сказать, дьявольской мешанины. Но в них можно все-таки распознать явную ненависть к евреям. Гесс одновременно расист еврейский и антиеврейский, в зависимости от потребностей духа, которого он называл, так сказать, святым, и который вдохновлял его труды. Гитлер мог бы поучиться расизму Гесса. Последний же, учивший Макса, что определяющим фактором общественного развития является классовая борьба, писал и противоположное, его цитата. «Первобытные религии и первобытные языки – суть продукта расового творчества». Еще учреждения социальной жизни, как и мировоззрение – суть типические первичные продукты расы. Вся прошлая история развивалась благодаря расовой и классовой борьбе. «Расовая борьба – нечто первичное, классовая борьба – вторичное». Конец цитата. «Каким же образом могли восторжествовать такие противоречивые идеи Гесса?» «Я обращу меч против тех граждан, которые воспротивятся усилиям пролетариата», писал он Лассалю 9 декабря 1863 года. Подобное мы видим и у Марса, который говорит «насилие – повивальная бабка истории». Первым учителем Марса был философ Георг Гегель, также приготовивший пути для Гесса. Марс, так сказать, насосался яда и у самого Гегеля, для которого христианство было тотальным искажением, так сказать, превосходящего его во всем эллинизма. Он писал, цитата, «Христос нагромоздил такую кучу причин для утешения в несчастьях страдающего человечества, что в конце концов нам должно быть жаль, что мы не каждый день теряем отца или мать». Интересно сомнить с этим верование греков. Цитата. «Несчастье у них было несчастьем, боль была болью. Что случилось, того не изменить. Они могли не ломать себе голову, стараясь постичь умыслы богов». Конец цитаты. «Христианство подверглось осмеянию в Германии и до Гегеля. Однако он был первым, кто осмелился высмеивать самого Иисуса Христа. Гегель также писал о христианстве и хорошее, порождая ту же самую путаницу, то есть дьявольскую мешанину, так сказать. «Мы являемся тем, чем мы живем. Марс жил сатанинскими представлениями и поэтому создал сатанинское учение». Под заголовок «Организация АД». У коммунистов есть обыкновение создавать, так сказать, фронты. Все вышесказанное наталкивает на мысль о том, что само коммунистическое движение всего лишь фронт, фронтон, фасад, прикрывающий оккультный сатанизм. Этим можно объяснить, почему любое политическое, экономическое, культурное или военное оружие, используемое против коммунизма, оказывается столь малоэффективным. Борьба с сатанизмом должна быть духовная, а не человеческая. В противном случае оказывается, что после того, как одна фронтальная организация, фасад сатанизма, например, нацизм, побеждена, появляется другая и достигает еще большей победы. Гиммлер, министр внутренних дел нацистской Германии, считал себя перевоплощением короля Генриха Птицелова. Он заявлял, что на службе нацистской армии находятся оккультные силы. Немало фашистских вождей на самом деле практиковали черную магию. То, что во время публикации первого издания этой книги было просто моим предположением, говорит автор, теперь является доказанным фактом. И доказательство было предоставлено самими коммунистами. Рассмотрим дело Нечаева, побудившее Достоевского написать свой знаменитый роман «Бесы», в данном переводе «Демоны». Сотрудник Маркса по созданию первого интернационала Бакунин назвал Нечаева великолепным молодым фанатиком. В качестве руководства для российской организации «Народная расправа» Нечаев составил катехизис революционера, появившийся примерно в 1870 году. Цель этой организации была сформулирована следующим образом. «Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с лихими разбойничьим миром, с этим истинным и единственным революционером в России». Первая группа Нечаева ликвидировала одно из своих основателей-соратников Иванова, осмелившегося критиковать ее руководство. Критика в их рядах была недопустима. План Нечаева состоял в том, чтобы разделить человечество на две неравные части. Цитата. «Десятая часть получает свободу личности и безграничное право преимущества над остальными девятью десятыми. Последние должны утратить личность и превратиться в стадо, которое вынуждено жить в вечном подчинении». Следующая цитата. «Кругом у него шпионство, у него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Все рабы и в рабстве равны». Сноски на девяносто девятую, на девяносто девятый лист, страницу тридцать первая, стеклов, Бакунин, его жизнь и деятельность, Москва, государство, издательство, 1937 год, том третий, страница четыреста тридцать пять, Три вторая сноска. Цитировано по катехизису революционера Федор Достоевский, полное собрание сочинений, том двенадцатый, страница сто девяносто четыре, Бесы, том десятый, страница триста двенадцать и там же страница триста двадцать два. В своем катехизисе революционера Нечаев пишет, «Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшие и средние сословия, церковь, литературу». Его ученик Петр Верховинский комментирует, «Мы уж теперь ужасно присяжные, сплошь оправдывающие преступников, наши, прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш, администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и они сами того не знают». На основе такой программы была создана организация с впечатляющим названием «Лига мира и свободы». Ее конституция была подписана Нечаевым и Бакуниным, близким соратником Марса. В начале Лига состояла всего из нескольких человек. Революционер герцог Петр Долгоруков писал 31 октября 1862 года, «В Лондоне я познакомился с Кельсиевым, принадлежавшим к высшему моменту организации, тупоумным, но добрым человеком, ужаснейшим фанатиком, с лицом самым добродушным. Кельсиев мягким голосом, с нежным взглядом говорил, «Ведь коль нужно будет резать, как не резать, если оно может быть полезным?» Все эти лондонские господа несут чушь ужаснейшую – жечь, резать, рубить. У них не сходит с языка со времени приезда в Англию Бакунина. В 1869 году в Женеве Нечаев написал прокламацию, в которой, ссылаясь на человека, застрелившего императора Александра II призывал, «Надо считать то, что сделал Каракозов прологом». Да, это был пролог. Давайте же позаботимся о том, чтоб сама драма началась как можно скорее. В прокламации «Молодая Россия» читаем. «Скоро, скоро придет день, когда мы развернем великий флаг будущего, красный флаг, и с большим шумом нападем на царский дворец. Мы издадим один крик – «В топоры!» И тогда, тогда бей императорскую партию, не жалея. Бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что кто будет не с нами, тот будет против. Кто будет против, тот наш враг. А врагов следует истреблять всеми способами». В 1872 году было сформировано революционное общество под простым названием «Организация». Суперсекретное ядро, которое называлось «АД». Деятельность этого общества продолжалась более века группами, постоянно меняющими свои названия, а их существование оставалось тайной для внешнего мира. Советские историки осмелились написать о деятельности «АДА», предшественника Коммунистической партии России, только в 1965 году, через 93 года после его образования. В книге «Революционное подполье в России» советский историк Вилинская рассказывает «АД» название ядра секретной организации, которая не только прибегала к террору против монархии, но и карательным функциям по отношению к членам этой же секретной организации. Члены «АДА» должны отчуждаться от всех порядочных людей и сделаться абсолютным негодяем, взяточником и вообще окружить себя самой гадкой обстановкой. Когда членов «АДА» наберется достаточно велико, для пробы характера и нравственной силы членов третью часть членов по жребию сделать доносчиками. Цель членов «АДА» – неусыпно следить за действиями вожаков. Член «АДА» должен в случае необходимости жертвовать жизнью своей, не задумавшись, жертвовать жизнью других, тормозящих дело и мешающих своим влиянием. Конец цитаты. В книге «Чернышевский» и «Леничаев» мы читаем о том, что один из членов «АДА» Федосеев брался отравить собственного отца, чтобы передать организации деньги, полученные в наследство. Чернышевский, принадлежавший к этому движению, писал «Я буду участвовать в революции. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. Перерезать несколько миллионов людей ради торжества справедливости – пустяк. А французские революции оказались слишком трусливыми, мещанскими, чтоб совершить такое. Но Россия сможет». Вот некоторые из тезисов этой сатанинской организации. «Мистификация – это лучшее, почти единственное средство побудить людей совершить революцию». Следующее. «Достаточно убить несколько миллионов человек, и колеса революции будут смазаны». Сносканы 102 страницу. 39-я. «Велинская ЕС. Революционное подполье в России. Москва. 1965 год. Страница 398. «Володин». Там же. Чернышевский. Полное собрание сочинений. «Москва. 1939 год. Том 1, страница 8. «Наш идеал – ужасное, всеобщее, масштабное и безжалостное разрушение. Человечество следует разделить, цитата, на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо». Конец цитаты. «В трудах представителей ада мы постоянно видим выражение. Мы не боимся. Типичным для них является следующее заявление. Мы не испугаемся, если увидим, что для неспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролитое якобинцами в 90-х годах. Если для осуществления наших стремлений пришлось бы вырезать 100 тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого». На самом деле число жертв было намного больше. В книге «Вторая мировая война» Черчежил рассказывает, что Сталин признавал факт, что в результате коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе погибло 10 миллионов человек. Важно помнить, что теперь, спустя почти 100 лет, стало известно о том, что при зарождении коммунистического движения в России ядро организации называлось ад. Почему ад? Почему не общество и улучшение благосостояния бедных? Или человечество? Почему именно ад? Сегодня коммунисты более осторожны. А в начале истории своего движения они сами давали своим ячейкам имена, доказывающие, что их общая цель состояла в том, чтобы вести людей к вечному проклятию. Ссылки на третью страницу. 42-я газета «Русская мысль» 17 ноября 1983 года. 43-я ссылка. Володин, А.И. Чернышевский или Нечаев. Подзаголовок. Воинствующие безбожники. Для уничтожения Церкви Христовой в СССР и во всем мире советское правительство создало гигантскую инфраструктуру. Его первая цель – нейтрализовать или же минимизировать враждебность представителей разных религий к коммунизму. Оно также искало союзников в церквях, пытаясь использовать авторитет священнослужителей, чтобы привлечь верующих в лагерь революции. В 1921 году при продотделе пропаганды «Агитпроподдело» ЦК РКПБ для координации антирелигиозной борьбы возникла антицерковная комиссия. В 1925 году была основана массовая общественная организация, называлась «Союз воинствующих безбожников», позже переименованная в «Союз безбожников». Кроме этого, во многих странах был создан ряд секретных филиалов советских органов, борющихся против религии, представителей которых были внедрены в каждую крупную религиозную организацию. Главной их мишенью являются антикоммунистические организации, а также миссии, работающие за железным занавесом. Коммунистические агенты, специализирующиеся на пропаганде и провокации, проникают в церкви и в миссии, чтобы провести, так сказать, идеологическое разоружение верующих. Одна из школ по подготовке агентов для стран Латинской Америки расположена в Феодосии, другая для Северной Америки в Москве. Агенты из Великобритании, Голландии, Скандинавии и других стран проходят обучение в латвийском городе Сигулда, а из мусульманских стран в Румынской Констанции. Эти школы готовят лжепасторов, священников, имамов и раввинов, каждый из которых должен хорошо разбираться в теологии, так сказать, своей религии. Некоторых из них закрепляют в церквях или миссиях, выдавая себя за политических беженцев. После подготовки в Ленинском университете в Москве, например, советским разведывательным службам по заданию Коммунистической партии удалось внедрить иезуита по имени Альгьеро Тонди, итальянского коммуниста, в качестве, так сказать, крота. Высшие сферы Римской Курии, ближайшее окружение самого Папы, так как государство, Ватикан, несомненно, представляло огромный интерес для Москвы и КГБ. Он стал секретарем Папы Павла VI и, возможно, одним из самых активных агентов иностранных разведок в Ватикане. Он сообщал о священниках, которых тайно отправляли в Советский Союз для подпольной миссионерской деятельности, и выдал КГБ около 250 служителей, большинство из которых закончили свои дни в советских лагерях или были расстреляны по обвинению в шпионаже против Советского Союза. Однако со временем его истинная роль была раскрыта, после чего он открыто объявил себя коммунистом и женился на своей соратнице. В мое время он все еще активно служит КП в вопросах религии и утверждает, что получил прощение от Папы Римского. Сноска на 105-ю страницу Пьерде Вальмаре, надзиратели ГУЛАГа. Женева, 1976 год, 3 том, страница 233, конец седьмой главы.